Белые ночи Самое страшное время в его жизни наступило, когда в железнодорожной катастрофе погибли жена и дочь. Он говорит, что с годами боль не проходит, а ушедшие близкие все равно остаются рядом. Перенести эту трагедию, возродиться для новой жизни Игорю Ливанову помогли вера и смирение. Актер говорит, что если бы не советская власть, он бы пошел по стопам деда и стал священником. Чья фотография занимает место среди икон в его домашнем иконостасе? Какое чудо произошло с его матерью незадолго до смерти? Где Игорь Ливанов всегда ощущает благодать? И какой бы старости желал для себя заслуженный артист России? Можно я на вас посмотрю? Смотрите на меня. Можно я попробую вас описать? У вас очень интересная, красивая стрижка. Стрижка? Да. Да. Но с прямой. Мне кажется, у вас зеленые глаза. Еще у вас такие, ну, русые, темно-русые брови даже. И волосы тоже темно-русые. Где-то так. А с глазами у меня такого же цвета, как и у вас. Ой. Да? Да? Ага. Я попытаюсь описать вашу душу с помощью интервью. Все. Присаживайтесь, пожалуйста. Отцам уже нет несколько лет, и восполнить эти знания я не могу, к сожалению. Его били, а потом его арестовали и повели по этапу. Это был такой духовный подвиг, за что я очень признателен. Я немножко нетерпелив. Уж простите меня. Страх этот, детский страх, сохранялся до конца жизни. Возможно, если бы не было советского времени, то и я бы, наверное, стал священнослужителем. Я так думаю. Игорь Евгеньевич, в вашем роду были священники и даже священно-мученики. Вашего деда арестовали на глазах у его детей. Как вы об этом впервые узнали? Я узнал об этом из статьи, которую написало интервью. Статьи в газете. Отец почему-то очень мало вспоминал об этом. Я просил его рассказать, но он почему-то этого не делал. Не знаю, по какой причине. Отцам уже нет несколько лет, и восполнить эти знания я не могу, к сожалению. Я об этом сожалею. Я прочел... Тетушка написала статью, тетя Рита. Она как раз рассказывала о своих воспоминаниях, как отца пришли, тащили за волосы через двор. У дедушки с бабушкой было пять детей. Вот. Мой отец в том числе. И это происходило на глазах у детей. Его били, а потом его арестовали и повели по этапу. Расстреляли его. Стало это известно уже в 70-е, 80-е, в начале 80-х годов. А бабушка ездила на Соловки, искала его. Она думала, что он в лагере. Известий о его казни не было никакой. Вот. Дедушка был монархистом. Это его убеждение. И он в своей пастве говорил, что... Ведь прошло совсем немного лет. От 17-го года до 30-х годов. Ведь совсем немного. Вот. И он верил в то, что все вернется. Вся та жизнь, которую он знал, которой он жил, и которая закончилась в один день. Вот. Он по убеждениям был монархистом. За что, в принципе, наверное, его и... Его обвинили в пособничестве и в шпионаже в пользу Британии. И он был расстрелян. Но у меня еще отец деда и дед деда были священнослужители. Так что у нас это дальше не прослеживается. Но, скорее всего, так и продолжалось. И брат деда был не расстрелян, а его сослали в Сибирь. Вот. Я очень стремился и стремлюсь узнать о своей семье того периода и ранее. Но, к сожалению, мало что получается. Они жили в Саратове. Деда даже помнит, я приходил в кафедральный собор, и о нем люди вспоминали. Так что вот такая вот судьба. Возможно, если бы не было советского времени, то и я бы, наверное, стал священнослужителем. Я так думаю. Это возможно. То есть вы узнали о том, что вы такого священнического рода в довольно взрослом возрасте. Я знал об этом. Меня, во-первых, папа был сыном врага народа. После войны, как я родился в 1953 году, еще жив был Иосиф Виссарионович, и меня крестила мама. Маме приснился сон, когда она никогда не видела фотографии деда, отца моего отца. И она описала то, что увидела, и это был портрет его. И она сказала, что дедушка, отец, благословил их, и меня крестили, когда это было запрещено совсем. То есть можно было поплатиться жизнью. Это был такой духовный подвиг, за что я очень признателен. А кроме того, это был город Киев. И я помню, как маленького меня в три-четыре года приводили в храм. Я помню Лавру. Я помню это все. Я помню иконы, которые я видел тогда. И это во мне, ну, меня воспитывало, меня создавало как человека. И вообще город Киев с его храмами, с его традицией православной не мог не отразиться. И кроме... Ну, вот все в целом. И сделал меня человеком верующим. И по-другому и быть не могло. А как звали вашего дедушку? Аристарх. О, какое интересное имя. Аристарх Павлович. Аристарх Павлович. Аристарх Павлович. Про теории. На него похож мой старший брат, Аристарх. Его назвали в честь дедушки. Вот. Он высокого роста, как и дедушка. И очень похож на Аристарх Павлович. Вот. А я больше похож на маму. Хотя и папины черты во мне тоже существуют. Такая счастливая диффузия. Мама и папа. Да. Ну, вы вот говорите о маме и папе. Вы же росли в верующей семье. И ваши родители тоже. Она была очень непростая. Извините, что я вас перебиваю. Я понимаю вопрос. Я немножко нетерпелив. Уж простите меня. А мама была в большей степени. У отца было очень сложное отношение к вере. В храм он приходил. Но вот детское это ощущение, что Господь не уберег, не защитил. Вот это. И он страх этот, детский страх, сохранялся до конца жизни. Он говорил, что ты говоришь? Об этой власти нельзя говорить громко. Ни в коем случае не говори. Ты пожалеть можешь об этом. А я говорил. Я говорил, я протестовал. И не боялись? Ну, наверное, детская такая максимализм и нетерпение. Нетерпение к несправедливости. Нетерпение к лжи. Вот это вот во мне жило и живет до сих пор. Я вот эти проявления в людях, я не могу сказать, что не приемлю. Так скажем. Ваши родители все-таки вас крестили, несмотря на все страхи. То есть для них это было очень важно? Ну, я так понимаю, что безусловно. Потому что над ними, безусловно, было... Безусловно. Была угроза. Угроза того, что они могли за это ответить. Тем более мой отец, как сын врага народа, как сын священнослужителя. А сейчас, насколько для вас важно, что ваш дед был священнослужителем? Это часть меня. Это часть моей веры. Это часть... И лучшая, наверное, часть. Потому что я ориентируюсь на это. Я понимаю, что я должен соответствовать. Я принадлежу от рождения к этому, но понимаю, что я должен соответствовать этому. Вы молитесь о нем? Ах, безусловно. И не только о нем. О своих детях молюсь. О себе, о своей грешной душе. Я в храм ходил всегда. Понимаете, горе, оно... Горе у всех разное. И, тем не менее, у всех одинаковое. Люди, которые уходят, они всегда с тобой. Профессия меня отвлекала. Не суди, не судим будешь. Вот когда в тебе есть смирение, когда ты понимаешь, принимаешь это, тогда все становится проще, значительно проще. Игорь Евгеньевич, а любимая икона у вас есть? Да. Это икона воскрешения Христова. А когда вы поняли, что молиться и ходить в храм – это подребность души, когда для вас это стало так важно? Я не так часто бываю в храме, к сожалению. То есть это несколько другое. Хотя, ой, у меня есть любимые храмы, в которые я хожу. Какой? Это в Ясенево есть такой храм, куда я, безусловно, хожу. И там есть верхний храм. Он очень красив. Он совсем недавно построенный. А есть храмы, которые я посещаю. Когда я приезжаю на Таганку, я Николая Чудотворца храм обязательно посещаю. Он пустой. В нем немало икон. Он не богат украшением, но он очень светлый. Игорь Евгеньевич, если позволите, я хотела бы поговорить о значении веры и испытаний в вашей жизни. В вашей жизни был такой момент, когда вы потеряли и жену, и дочь. Я не представить себе не могу. Это тяжелейшее испытание. Вы ведь тогда еще не ходили в храм, да? Я в храм ходил всегда. Понимаете, горе, оно, горе у всех разное и, тем не менее, у всех одинаковое. Каждый день происходит горе. Гибнут люди и гибнут близкие. И люди не... То, что с годами боль проходит, это неправда. Она остается в человеке всегда. А вера как-нибудь помогает по-разному с этой болью? Да, безусловно. Безусловно. Когда вот луч света на тебя падает в храме, ты понимаешь, что... Что в этом огромный смысл. Что они рядом. Что они никуда не деваются. Те люди, которые уходят, они всегда с тобой. Они тебя... Они с тобой. А бывают люди, они после испытаний перестают, наоборот, верить. Вот... Ну, и бог им судья. Бог им судья. За что вот задают такие вопросы? Вы такого вопроса не задавали? За что? Нет. Я не задавал такого вопроса. Вот когда в тебе есть смирение, когда ты понимаешь, принимаешь это, тогда все становится проще. Значительно проще. У вас было такое смирение уже тогда? Нет. Оно... Оно пришло. Оно пришло, когда происходит то, что произошло у меня. Именно смирение. Потому что иначе объяснить это невозможно. Но ведь хочется же и обвинить кого-то. Ну, например, кто... Обвинить? Да, виноват в этой аварии. Нет. У меня никогда не было, когда мне говорили, что... А вы пойдете на суд того человека, который там... якобы, якобы, на самом деле. Потому что это огромная цепь людей, которая виновата в этом. Нет. То есть вам никогда не хотелось не садить? В данном случае я... Не суди, не судим будешь. Не имеешь ты права. В любой момент ты можешь понять, что ты был неправ, когда уже человека осудили. Знаете, я вот сейчас вас слушаю, я бы, наверное, не смогла бы так. Наверное, то, что у вас в роду были священники, наверное... Я думаю, что мой дед как раз являлся и является человеком, который... Ну, рядом все равно. Он учитель. Возможно, именно он вас поддерживал в эти минуты. Возможно. А какие были первые признаки того, что радость жизни возвращается к вам? Какие были первые? Любовь. Любовь. Безусловно, любовь. И жажда возрождения. У меня всегда было вот это стремление к тому, что если я остаюсь в этой жизни, то должно произойти что-то вот именно возрождение. Наверное, именно поэтому икона воскрешения, она для меня имеет такое важное значение. Это происходит именно воскрешение. А профессия в этом как-нибудь помогала? Профессия. Профессия меня отвлекала. Она меня... Вообще, замечательная профессия актерская. Она греховна, безусловно. Очень ответственна по отношению к зрителям, потому что вот ко мне... Мы недавно встретились с человеком, с Андреем, на рыбалке. Рядом стоим. Пустой водоем, рядом стоим с человеком. А потом он подходит и говорит, я вас сразу не узнал, а я уже взрослый человек. Он был старшим следователем в милиции. И оказывается, фильм «На углу патриарших» повлиял на выбор его профессии и его судьбы. Вот ко мне приходят люди, которые встречают на улице и говорят, я стал чемпионом мира по рукопашному бою, потому что я посмотрел ваши фильмы. Вот это та ответственность. Люди, которые приходят и говорят, я стал тем, кем я стал, и я счастлив в этом, потому что я увидел ваши фильмы. Вот это та самая ответственность. А не стал подлецом и мерзавцем, потому что посмотрел ваше кино. Наверное, такие моменты, они очень важны и очень поддерживают. Конечно, это очень важно. Это очень важно и для меня очень значимо. Значит, моя жизнь не прошла, значит, даром. Значит, она имеет вес, значит, она правильна. Я мечтал стать милиционером. Я мечтал стать пожарным. Я мечтал стать хирургом. И все это воплотилось в профессии актерской. Я был милиционером, пожарным, дипломатом. Кем я только не был. Военным я погибал. Но это же... Священником не были, да? Священником не был. Не был. А хотели бы быть? Я, наверное, в жизни хотел бы быть священником. Да? Да. А какие самые запоминающиеся моменты, киномоменты вашей работы? Может, любимая роль? Нет. Ну, роли любимые я могу долго перечислять. Нам времени не хватит. Я... Наверное, это когда ты попадаешь... Вот совсем недавно. Я работал с ней в спектакле. А до этого я влюбился в нее, еще будучи мальчишкой. Это Людмила Алексеевна Чурсина. Потрясающей красоты женщина. Потрясающей души женщина. Вот. Мы работали в спектакле. И это было какое-то чудо, потому что я ее помню там по... Чищу черно-белому кино, великому кино, там, Донская повесть, где она... Вот эти глаза... Ну, это незабываемые. Вот те чувства, которые рождает искусство в тебе. А тут недавно я снимался, и опять подходит женщина. Я уже занял свое место, мизансену. Подходит женщина, садится рядом со мной, я смотрю, это Алексеевна Чурсина. Людмила Алексеевна. Вот такое, наверное, это самые счастливые моменты в моей жизни, в работе. То же самое я могу вспомнить про Михаила Александровича Ульянова. Когда вот такие люди, которые, ну, это... Рядом с небожителями. Я работал много с ним, с Михаилом Александровичем Ульяновым. Я работал много с великими актерами. Если я буду прав... Вот этот список, он действительно огромен. И это мое счастье, потому что для меня это значит колоссальное. И я рядом с ними. Люди, которые неверящие, это страшно. Это было маленькое чудо, во-первых, потому что человек пришел в себя именно в тот момент, когда пришел батюшка. Я не имею права идти на такую битву, потому что у меня маленький ребенок, которого я должен поднять. Это такая любовь, которая мне дарована под конец моей жизни, которая ни с чем не сравнима. У меня замечательный иконостас на стене висит. И среди икон портрет дедушки. Я счастлив, безусловно. А как? Как человек может быть несчастливым? Игорь Евгеньевич, в одном из интервью вы сказали, что смерть человека верующего светла, а смерть атеиста страшна. Она действительно очень страшна. Почему вы так сказали? А потому что я видел, как уходят в никуда. Люди, которые неверующие, это страшно. А человек, матушка моя, когда умирала, она причастия не могла, потому что она уже давно лежала в храм, она не попадала. И уже была вне сознания несколько дней, может быть, неделю. И я договорился с моими друзьями, староста в храме на Мосфильмовской. И приехал батюшка. И отец мой говорит, ну, мама же не воспринимает. А когда он вошел в комнату, мама привстала и перекрестилась. Это было такое понимание правильности. Это было маленькое чудо, во-первых, потому что человек пришел в себя именно в тот момент, когда пришел батюшка. Вот. И мы оставили их, они долго говорили, но мама не говорила, но они общались. Так что вот и светлый уход, светлый уход из жизни. А когда человек не верит, это страшно. Путь заканчивается. Просто такая, человек куда-то в никуда уходит. Игорь Евгеньевич, в кино мы больше всего ценим, когда герой такой сильный, супермен, всех побеждает. А Евангелие говорит, что важнейшие качества человека кротость, смирение и человеколюбие. Как вы думаете, в реальной жизни могут совмещаться, сочетаться эти качества? Ну, если Георгий Победоносец все-таки, он герой, он святой, герой. Герой, да. Ну, все правильно. Значит, он сильный и побеждает зло. Свет должен побеждать тьму? Да. Должен. Все правильно. Значит, те, кто на стороне тьмы, те, кто на стороне... Это Макиавелли сказал, что человек – это поле битвы между бесами и ангелами. И от человека зависит, кто победит в человеке. От его воли зависит. Так вот, свет должен побеждать тьму. И человек должен помочь в этом. И когда несправедливость происходит, и когда происходит насилие, мы при смирении, мы должны... Это как воинство Христово, которое должно оберегать и побеждать зло. А как вы думаете, вы такой, у вас есть эти качества? Я надеюсь. Я надеюсь. Я не... не... не терпелив к насилию, не терпелив. Меня... Я сейчас в большей степени думаю в такие моменты, что я не имею права идти на такую битву, потому что у меня маленький ребенок, которого я должен поднять. Ему всего 4 года. И он очень любит папу. Я очень горжусь этим, потому что если он ночью просыпается, он говорит, папа, а ты здесь? Если первое, что он говорит, утром папа... То есть это такая любовь, которая мне дарована под конец моей жизни, которая ничем не сравнима. И это счастье. Это великое счастье. Большое счастье. Потому что две вещи. Смирение и любовь. Любовь и смирение. Для меня это составные Господа. Понимаете? Вот это самые важные моменты. Это Господь. Это любовь. И смирение. И смирение. А про себя вы можете сказать, что вы счастлив? Я счастлив, безусловно. А как? Как человек может быть несчастливым? Как человек может быть несчастливым? Я смотрю на вас. Вы тоже счастливы. У вас внутри свет, который вас освещает. Понимаете? А как я могу быть несчастливым? Все равно существует то, что меня поддерживает в этой жизни. Что мне помогают? Это мои дети. Это моя жена. Это те люди, которые близкие, которых я люблю. И надеюсь, что меня любят. Мои коллеги, с которыми я их уважаю и люблю. И они меня уважают и любят. И очень важно, когда ты оцениваешь человека за его качество и считаешь его очень достойным, и он отвечает тебе тем же. Хотя мог бы сказать, ну, но отвечает тем же, считая меня достойным и светлым человеком. А вы действительно очень достойный и очень светлый, и счастливый человек. Вы не можете поделиться своим рецептом, где вы покупаете этот антиуненин? Ну вот, я всегда стремился к тому, чтобы у меня был кусочек земли. Теперь у меня есть мой кусочек земли. Так вот Господь даровал. Теперь у меня есть дом. И это большое счастье, что у меня есть дом, в котором у меня дети, жена, собака, два кота. Вот, приезжает иногда теща и живет с нами. Поэтому, ну вот, я выхожу на площадку перед домом. Цветы цветут, птицы поют, рыбки в пруду плавают, ну, солнышко светит, даже дождь идет. И все равно это великое счастье. Ну как можно? Вот это абсолютно. Абсолютно. Ты вздыхаешь, вдыхаешь. Утром я читаю молитву. У меня замечательный иконостас на стене висит. И среди икон портрет дедушки. Вот. Я читаю молитвы. И прошу простить за прегрешение, которое я совершил вольно и невольно. Ну, надеюсь на понимание. Если бы вам прямо сейчас сказали, что Бог может исполнить любую вашу просьбу, что бы вы у него попросили? Очень сложный вопрос. Ну, во-первых, я очень хочу, чтобы мои дети были здоровы. Не все так просто в этой жизни. И, наверное, хотел бы не стыдной старости. Спасибо большое вам за такое чудесное интервью. Мне было очень легко и замечательно общаться с таким светлым человеком. Ну, вот и мне очень приятно. И вообще я ощущаю себя таким... Знаете, у меня отцовское чувство. Хочется вас прижать и вот так вот обнять и оградить от всяких... Можно обнять. От всяких бед. От всего, от всего плохого. Оберечь вас. А, бери. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok